Ребят, приветствую вас на своем канале. У меня сегодня понедельник, начинается новая неделя. Я иду в офис. Она, кстати, давно уже не пользовалась этим парфюмом. Называется Джульетта с автоматом, но это парфюм. То есть парфюм, не парфюм. Вот он. Знаете, когда я его купила? В день, когда я узнала, что у меня Ремежи. Еще в 2017 году. Но почему-то он был где-то далеко-далеко у меня там в шкафу, и руки как-то до него не тянулись. Классный парфюм. Этот парфюм и вообще всю линейку Джульетта с автоматом, их там разные расцветочки, как бы много-много-много цветов, создал внук Нины Ричи. Помните такое яблочко от Нины Ричи? Примерно в 2008, по-моему, это было, был популярный парфюм яблочко от Нины Ричи. Очень вкусно пах. И сейчас мне он тоже нравится. Кстати, у меня сейчас его нету, а когда-то он у меня был еще в Бельцах. У Нины Ричи вырос внучок и сейчас создает неплохие парфюмы. Я не знаю, как у него по творческой линии обстоят дела сейчас, но пару лет назад он прямо выпулил, как по конвейеру. Не помню, сколько ароматов, но достаточно много. Все, поехали! Дома оставляю варить жаркое. Быстро с утра мальчиком замутила. Поставила в скроварку, оставляю на час-час двадцать. Ну, падла, блин, эта плитка, не покупайте ее, Гутман. Я ее и недовольна. Таймер нельзя поставить. В принципе, таймер-то можно установить вот так, вот отсюда. Но вот беда, после того, как это время уже истекает, таймер плитку не выключает. Зачем тогда он нужен? Не пойму. Все, обед для мальчиков готов. Себе быстренько сварю суп, когда вернусь. Все это берем с собой. Телефоны не забываем, маску не забываем. Все, я вышла и иду в офис. Как и все бизнес-дела, как и школа, консультация с врачами, сейчас в новом ковидном мире можно проводить по удаленке. Мы тоже на удаленке. Для того, чтобы не передвигаться аж в Берлин, я сегодня встречусь по скайпу с доктором из клиники Шарите. Для того, чтобы узнать его мнение по поводу моей химиотерапии. Для меня это очень важно. Я долго ждала этой встречи. И в конце концов получила. Я термин ждала примерно месяц. Но зато он у меня есть. Слава Богу, посмотрим, что он скажет. С утра я съела чуть-чуть овсянки. А потом решила, что через часик нужно еще немножко покушать, потому что я после консультации с этим врачом иду, вернее бегу, я надеюсь, успеть в свою клинику. Мне нужно сегодня колоть укол в живот. Вот, помните, для костей я его продолжаю колоть. И когда я была на терапии с палбоциклибом, у меня как раз этот укол совпадал с тем днем, когда я ходила за рецептом. Я ходила раз в 30 дней за рецептом. А сейчас у меня уже получается дисбаланс. Химоза у меня раз в 3 недели, а укол раз в 28 дней. Вот и получается, что нужно бегать по больничкам. Но ничего. Так, блин, постоянно эти турбы, 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 турбы. Все, встретимся с вами позже. И зашел со мной вместе один нормальный такой, ну, наверное, чуть старше меня. Красивый. А я взяла специально перед ним все. Ты первый раз встречаешь мальчика, который казался бы тебе красивым. Я сегодня много встречаю и сижу. А то сидела и в печальке. Может, он спросит меня, я не сыграла. Они спрашивают, моя подруга говорит, а ты покажи мне его. Я говорю, как я тебе его сниму. Вот, я снимаю его. Поздоровайся с зрителями. А, привет. Я, короче, сижу, снимаю и жду. Может, он инстаграм спросит, он сидит в окно, смотрит. Говорит, помпелло. А что, кто-то инстаграм спрашивает в поезде? Моя подруга говорит, а ты спроси. Говорит, что я, я женщина. Пусть он спросит. А в Германии можно спрашивать. Да, но я девочка, а он спрашивает, не я. Она говорит, а ты спроси, ты спроси. Я говорю, тихо, сам спрашивает. Ну да. Я здесь Саня забыла. Ну ничего, ты вытришь, а я буду снимать видео. Берать, есть один? Мои поводы? Нет, он у него старше меня. Я говорю, на два. И он один живёт. И вот, короче, у него была кухня, здесь у него типа мойка, да? И как и у нас. Я говорю, только мой-то здесь, где он готовит. Я поставила камеру и говорит, вы не думайте, что у меня так чисто, а там просто мойки. Много пацаны я спрятала за кадром. Говорит, ты понимаешь, что у меня так чисто? Вы, наверное, сейчас подумали, ой, ну какой-нибудь чистый, он же не убирается. Он здесь просто за кадром всё спрятал. Ну что, дорогие мои, докладываю. Ходила сегодня в клинику, колола себе дозу Диносумаба, на месяц могу расслабиться. А, да, кстати, у меня сегодня уже была консультация с профессором из клиники Шарите. Так вот, ну не сильно он меня успокоил. Говорит, рак у вас редкий, ну более редкий, чем гормонозависимый. Был бы гормонозависимый, там есть куча линий терапий, а в моём случае не так уж и много. Оказывается, он подготовил мне доклад, ну для меня доклад, пустил тоже через комиссию мои документы, там всё это обсуждалось. А потом я прислала ему ещё и результаты биопсии. И то, что они подготовили, уже, ну не состыковывалось. Так вот, если бы у меня был бы гормонозависимый, он бы мне по-любому бы предложил бы химиотерапию, но там были бы опять токсаны и ещё с каким-то там, каким-то медикаментом. А так, так как у меня уже трижды негативный, говорит, ну правильно выбрали терапию твои врачи, всё хорошо, я бы тоже предложил что-то из линии платины. Ну есть карбоплотин, там что ещё, больше этих платинов есть. Я у него спросила, а как вы смотрите на то, что этот карбоплотин в монотерапии у меня сейчас? А он говорит, женщина проезжала, наверное, удивилась. Ну я у него спросила, а как вы смотрите на то, что у меня карбоплотин в монотерапии? А он говорит, ну да, вопрос, конечно, интересный, потому что, ну, мы обычно всегда карбоплотин прописываем как бы с чем-то, совместно с чем-то. Ну я вам там в письме напишу все мои предложения, за два дня должно дойти до вас письмо. Вот я жду. Кстати, письмо с Рот Кроиц, а с другой клиники, куда я ходила на второе мнение, тоже ещё не пришло. Ладно, я зайду в дом, а то тут все смотрят. Спрашивала я ещё у этого хера доктора из Шарите, что он думает насчёт химиоэмболизации печени, химиоэмболизации печёночной артерии. Ну он как-то так сказал, ну не знаю, я бы не делал. Говорит, считайте, вы заливаете химию в один орган, а остальной организм остаётся без лечения. И за то время, пока вы проводите один-два сеанса, как мы будем контролировать весь процесс опухолевый вот во всём организме. Клетки же циркулируют везде. Я ему объяснила, что я так поняла, что эта процедура проводится в параллели с системной химиотерапией, и на что он сказал, ну да, да, можно и в параллели, но нету никаких исследований. Вот так они, немцы, отвечают. Если в России есть ещё такие врачи, которые берутся, смелые, а здесь в основном, ну нет исследований, нет исследований, которые показали, что эта процедура эффективна. Как бы объяснил мне так, что да, когда один или два метастаза, или же когда опухоль в печени, сама первичная опухоль, тогда тебе заливают химию, типа вот в эту опухоль. А когда, вот как в моём случае, там много этих метастазов, ну как ты добьёшься, чтобы химия пошла во всех? Я, насколько поняла, при химии эмболизации через такой тоненький катетер тебе делают дырочку и подсоединяются к основной артерии вот здесь где-то, вот здесь внизу живота. Не так, как на биопсии. Я-то думала, что это происходит, как на биопсии, тебе там туда, прям в печени. Оказывается, нет. Через какую-то артерию пускают такой очень-очень тоненький шланг и всё это мониторят с помощью МРТ или томографа, но без контраста. Смотрят, где у тебя опухоли. Я не уверена, что без контраста, но мне кажется, что так. Смотрят, где у тебя эти метастазы и так как печень очень сильно васкулоризирована на румынском, ну типа много вен, легко можно подобраться практически, ну к каждому метастазу. Но дело в том, что когда у меня их много, но я так думаю, что быстрее всего, что идея того врача из Франкфурта подобраться вначале к самым большим, а уже когда другой курс будет посмотреть, пронаблюдать, если они уменьшились, то добавить ещё тем большим как бы жару или же уже другие химичить. Я так думаю, потому что я общалась с ним только по телефону и достаточно коротко он на мейл отвечал. Я ему в пятницу отправила письмо, которое я хочу отправить в мою страховую. Он мне сам сказал, вы напишите, так черновик, что вы хотите написать в страховую, и я, если что, что-то там добавлю. А писать письма в страховую это просто ад. В Германии это ад. Это нужно очень правильно всё это обдумать, как написать. Это всё достаточно сложно. Нужно описывать весь процесс, что было у тебя до сих пор. Нужно там и на жалость подавить, но и не так, чтобы очень, короче. Ну, я постаралась что-то там сформулировать от себя. Отправила ему черновики. Как бы мы распрощались на такой ноте, что он перепроверит вот эту мою писанину и сделает там, ну, добавит. Он не сказал, что он будет что-то исправлять, а, мол, добавит. А обратно так и не высыл мне, ну, мессендж, не отправил мне сообщение обратно, что, мол, вот так и так я проверил или хорошо, или галимо, или как. Ну, я сижу и жду. Выводы мои какие, что пообщалась я с этим доктором из Шарите, но как бы не сильно он меня успокоил, потому что сказал, что он бы ещё что-то к моему карбоплотину добавил, что конкретно он мне напишет в письме, я сейчас сижу и думаю, а в монотерапии вообще, я сейчас уже сколько, два месяца, как на этой терапии, помогло ли мне или не помогло. Спросила, если нужно сделать тесты на какие-то рецепторы, там, андроген рецептор, ещё один рецептор, и он сказал, что сейчас нету никаких исследований, чтобы нужно было, было бы информативно, чтобы ты делала эти тесты, типа андроген и ещё один тест. Что я думаю насчёт химии, эмболизации? Ну, смотрите, что я думаю. Профессор, который мне предлагал эту процедуру, он главврач франкфуртской университетской клиники, у него там награды, я думаю, что он не какой-то там халтурщик, который предлагает какие-то сомнительные процедуры у себя дома в подвале китайцам. Поэтому у меня есть надежда, что если мне одобрит касса, эта процедура сможет продлить мне жизнь. Может быть, именно он специализируется по ней, и он лучше знает, может он взяться за мой случай или нет. А эти шариты, может, они специализируются по другой терапии, ну, может же такое быть. И если это так, как я поняла, в параллеле с системной химиотерапией, то почему и нет? Причем тут весь процесс в организме, что его нельзя контролировать. Так я же себе колю этот, как я крабоплотин, ну, них и работает. А какая проблема? Пусть работает крабоплотин, а мы в параллеле будем еще что-то, помимо системного лечения, будем еще что-то заливать в печенку. Тем более, что это все все равно делается через мониторинг компьютера. Если что-то пойдет не так, процедуру можно в любой момент остановить. Если она мне как-то не подходит, я не знаю, почему она мне может не подойти, то я могу не пойти на другой сеанс, на другой уже цикл. Я могу просто не идти. Мне кажется, что если ты что-то делаешь помимо лечения, это только плюс. Почему это должен быть минусом? Тебе что-то тоже не водку заливают в эту печень, а заливают, я смотрела, какие медикаменты. Нет у меня сейчас бумаги, но хорошие такие. Один из них мне предлагала вместе с карбоплотином, то есть если бы я поменяла свою клинику на клинику, которая называется Рот Кроиц, вот там мне предложили линию терапии тоже карбоплотин, вместе с еще гемцитабин по-моему называется. Вот. В печень туда тоже заливают гемцитабин, это же название было, плюс еще два препарата, то есть это тоже химоза, и мне кажется, что когда их прям там по месту назначения глушишь, то это не может не сработать. Может быть и не поможет очень сильно, но помешать, он как объяснил врач из Шариты, что нету научных доказательств, что это может продлить жизнь или же как-то помочь, а типа жизнь человека, качество жизни портится, поэтому он бы не советовал. Ну, вот и другой посоветовал. Я, девочки, за любую волосинку сейчас хватаюсь, и ну, а что мне делать, у меня другого выбора нету. Меня еще тут спрашивали некоторые, а что вы не пьете еще и соду помимо своего лечения, почему вы то не пьете, почему вы то не пьете. Я тоже имею некоторых помощников, там, грибы рейша, или вот эти вот капельки сибиди, там, витамин D, кальций, тоже там, потом, капли лопуха, там, мне она модла, отправила, тоже, но это только для поддержки иммунитета, и для поддержки организма, чтобы он, организм справился, и прошел легче через химиотерапию. Совершенно не значит, что именно это лечит рак. Кто смотрел последнее видео Анны Модла, она там говорит, потому что многие как-то передергивают ее слова, и начинают распространять слухи, что Анна Модла сказала, что она вылечилась от рака четвертой степени, потому что она пила этот, как он называется, лопух. Да посмотрите внимательно, что она говорит, послушайте внимательно, она же русскими словами говорит, что ей помогла химиотерапия, лучевая операция, а то, что она чем-то еще помогала организму справиться, так это уже другие дела, может быть, то, что-то она совместно сделала, может быть, нет, то есть никто никакой карантии не дает, а на соду переходить или на еще какие-то типа помимо, давайте и соду помимо, ну, знаете, пока мне лечение предлагают, ну, а если скажут все, подруга, для тебя все варианты исчерпаны, ну, тогда пойду я у садочек наимся червячки, буду кушать ботву, а так я кушаю полезную уйду, стараюсь пить смузи, кушать морковку, но это не значит, что я только это ем, я тоже хочу немножко поразвлечься в последние прекрасные года своей жизни, у меня на улице мальчики, которые работают у нас, они только вернулись из Румынии, привезли нам девочки помидор, такие мясистые, сладкие, не бордовые, какие-то розовые, классные, не очень крупные, сейчас я вам покажу, когда они уйдут, перчик привезли, два ящика помидор, перчика, по-моему, пару пакетов, синие, правда, слишком здоровые, что они, ну, мужики, мы их попросили, чтобы они заехали перед отъездом на рынок и купили нам, ну, знаете, как мужики выбирают, была бы женщина, выбрала бы по-другому, ну, а зато с Румынии био настоящее, покажу вам, ты точно знаешь, оказывается, они это все не купили, оказывается, это все они дома выращивают, а кто же там выращивает, жены, что ли, они же здесь работают, с огорода своего, сейчас прошу у мужа, точно не знаю, ничего себе, это у них дома такое растет, когда же они все успевают и на работу ходить, и там выращивать эти все плантации, смотрите, оказывается, это действительно их помидор, я уже разрезала одну, такие классные, внутри, спелые, здесь два вида, два ящика помидор, перца тоже принесли, ну, привезли, они принесли, это все из их огорода, остались, которые они делают, да, они делают, что, из них, они, их конкурс, я думаю, они купono, они купono, что, они купono, Тем-тем-тем, пока-пока.